И так, товарищи, прошел еще один год. Это был хороший год. Год мечтатель и труженик. Советский народ творил замечательные дела. Он строил новое и украшал жизнь. Наш народ собрал добрый урожай, отпраздновал многие тысячи новосельей и свадеб и, вступая в 1967 год, как бы поднялся на новую вершину. Год уже заканчивался, когда советские ученые, инженеры и рабочие вновь прославили свою страну. Автоматическая станция Луна-13 мягко прибыла на место назначения и приступила к четкому исполнению своих служебных обязанностей. Начала передавать изображение лунной панорамы. Пока разворачивается широкая программа исследований Луны, вернемся к себе домой, на Советскую Землю. Предновогодняя Москва В эти дни наши корреспонденты взяли несколько новогодних интервью. Слово имеет писатель, герой социалистического труда Николай Семенович Тихонов. С большим волнением советские люди вступают в новый 1967 год, потому что это год славного юбилея Великой Октябрьской социалистической революции. Пусть же этот год будет для всех годом новых радостей, новых великих достижений во всех областях жизни и творчества. С Новым годом, дорогие друзья! Когда кончается год, на учете каждая минута. Поэтому вольцовщик Иван Александрович Савельев был очень краток. От имени металлургов завода Серпу Мола поздравляю всех металлургов страны с Новым годом! Слово птичницы жигулевской птицефабрики Полине Васильевне Раудиной. Можно сказать, новогоднюю елку мы зажгли в ностебре месяце, когда выполнили годовой план. В юбилейном году наша фабрика даст более 100 миллионов штук яиц. Помните пашихонскую старину? Сегодня мы в новом пашихоне. Перед вами председатель колхоза завета Ильича и Леонид Тимофеевич Шаматонов. Встречаем новый 67-й год вьюгами, метелями, но они нас не пугают и не должны пугать. Думаю, что лучше будет в 67-м году. Веселее жить будет, богаче жить будем, результаты лучше будут. А вот что сказал нам академик Николай Николаевич Семенов. Это год, конечно, особый новый год. Действительно прошло ровно полстолетия. Все мы, советские люди, здорово трудились за это время, но, надо сказать, и достигли действительно грандиозных результатов. Наши ученые полны решимости всеми своими силами способствовать великому делу создания коммунистического общества. Лауреат третьего международного конкурса имени Чайковского Виктор Третьяков. Мы спросили его, чем для вас был ознаменован минувший год? Прошедший год у меня был очень трудным и счастливым. Я хочу, чтобы будущий год был таким же. А для этого нужно очень много играть, играть и играть. Играть, играть, играть. Для этого вылетела в Канаду наша сборная по хоккею. Пометуя о том, что интервью более уместны после игры, капитан команды Борис Майоров был немногословен. Хочется, чтобы наступающий Новый год был таким же счастливым для нашей команды, как и предыдущие четыре года. Хочется пожелать всем-всем счастья в Новом году и до скорых встреч. Уважаемые пассажиры, разрешите от имени экипажа поздравить вас Новым годом на самом высоком уровне на высоте 10 тысяч метров. Добрая улыбка, спутница хорошего настроения. Когда дело доходит до смешного, слово представляется артисту Юрию Никулину. У нас, у клоунов, забот полный рот. Нужно, чтобы весь Новый год публика смеялась. Поэтому нам, клоуном, не до смеха. С Новым веселым годом! Времени остается мало, а нужно успеть сделать покупки. Какой же Новый год без подарка? Предстоит еще кое-что припасти к праздничному столу. Москвич Анатолий Пантелеев едет в магазин на собственной Волге, которую ему, можно сказать, подарил к Новому году этот мальчик, вытащив счастливый билет в лотерее до САПа. Не забудьте поблагодарить мальчика Анатолий! И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо. Все девушки и женщины в новогоднюю ночь хотят быть красивыми. Таня Константинова, лауреат конкурса парикмахеров. Все мечтают причесаться именно у нее. Таня торопится, но, как вы видите, не в ущерб качеству и красоте. Эти москвичи родились в канун Нового года. Они пока не задумываются ни о красоте, ни о духовной пище. У них иные, более практические интересы. Как бы и вовремя поужинать? Другое дело здесь. Ужин потом. А пока проведем вечерок в приятном обществе Деда Мороза. Кого не знакомы, предновогодние вечера полные динамики и сверхнапряжения. КОНЕЦ Дворец спорта в Лужниках в эти дни принадлежит детям. Тысячи зрителей одному Деду Морозу тут просто не управиться. Деда Мороза съезжается со всех концов земли на всех видах транспорта. А вот и Новый год. С Новым годом, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова